Всем привет дорогие зрители моего игрового канала, с вами я Евгений Гост и мы продолжаем смотреть различные крутые тачки в GTA 5. И сегодня у нас с вами на очереди Lada Niva 6х6. Это очень крутая машина, друзья, честно говоря, когда она вышла, я даже немножко удивился. И найти какую-то информацию про неё в интернете было крайне тяжело, я бы даже сказал практически невозможно. А сайты, на которых я вообще хотя бы смог немножко откопать про неё информацию, были на английском языке и, к сожалению, перевести я их не смог. Ну то есть про её реальные характеристики я вам, к сожалению, рассказать не смогу, но именно оценить её в игре мы с вами, конечно же, сможем. Я примерно посмотрел, как она выглядит в жизни, и вы знаете, она очень-очень похожа на настоящую, именно вот в игре её воспроизвели на очень высоком уровне. Машина очень крутая, присутствует тюнинг, салон потрясающий. Обожаю такие тачки, это самый настоящий вездеход, который, я уверен, сегодня надрёт задницу всем горам. Мы просто с вами искатаем всё бездорожье, это серьёзно. Это просто крутая тачка, друзья, реально очень крутая. Такие большие машины, они как раз-таки для крутых чуваков. Это не понты, это просто зверь, реально это очень круто, друзья. Так, в общем-то, пока я её полностью не разбил, давайте мы с вами оценим... Так, сначала я её починю, конечно же. Хочу оценить её внутренности, то есть там под капотом, что у неё находится движок и тому подобное. Так, у нас тут надо пофиксить её, да, как говорится. И сейчас надо нам с вами открыть, собственно, капот для того, чтобы посмотреть на двигатель. Так, отлично. Ох, открывается такая крутая, посмотрите, вперёд так. Вообще офигенно. Так, ну что у нас под капотом? Ну, довольно-таки неплохой двигатель, я бы вам сказал даже. То есть, в принципе, я не знаю, работали над ним или нет, но он выглядит таким базовым, что ли. Такой же, по-моему, был у Нивы, у обычной. Ну, не зря же это Нива 6х6, то есть это, в принципе, такая же машина, сделанная на базе Нивы, как вы понимаете, друзья. Но она намного брутальнее, намного круче. Если та тоже была внедорожником, то это такой внедорожник, который просто-просто зверь. Не знаю, мне очень нравится эта машина. Серьёзно, обожаю такие тачки большие. Вот, это просто моя страсть. Собственно, как и Бэха, и вот большие тачки, это всё моя страсть, короче, друзья. Вы уже, наверное, поняли это. Собственно, сейчас мы с вами её прокачаем, посмотрим на тюнинг, посмотрим, как она себя будет вести полностью затюненная. Это, наверное, будет просто потрясающе, как говорится. Я, конечно, на это надеюсь, потому что я же не просто так решил показать вам эту машину. Кстати, ставится она на Dupstu. Denefactor Dupstu, как вы видите, 6х6. Так, ну что ж, друзья, качаем тормоза. Самые лучшие бампера. Так, передние бампера. Что же у нас тут есть из бамперов передних? Так, посмотрите, какой крутой бампер, друзья. Просто реально офигенный. Есть ещё такие бампера. Так, я даже не знаю, какой из них самый крутой. Но, наверное, вот этот, самый последний, он и есть самый крутой. Он такой более, что ли, вездеходный. Не знаю, выглядит прям такой брутальный весь. Посмотрите, там ещё эта штучка болтается, по-моему, да? Крючок, за который цеплять. Блин, круто, реально мне нравится. Так, задние бампера. Конечно же, чёрный бампер. Ставим двигатель. Самый лучший. Решётка радиатора. Решётка радиатора здесь, как вы видите, не подходит. То есть, её не надо ставить. Это будет просто бред, полнейший. Так, можно поставить колесо запасное спереди на капоте. Ну, не знаю, друзья, хорошая эта идея или нет. Смотрится нелепо. Нет, конечно же, не будем. Так, фары. Ксенон. Обязательно ксенон. Неоновые наборы. Нет, не будем ставить неон. Это всё-таки у нас, друзья, не спорткары. Это у нас внедорожник. Так, окрасочка. Вот насчёт окрасочки надо подумать. Хочу её матовой сделать, потому что такие тачки, мне кажется, должны быть матовыми. Чтобы они такие прям выделявшиеся, что ли, были. Так, и давайте смотреть, какие цвета ей подойдут больше. Красный смотрится очень неплохо. Такой базовый, я бы сказал, для таких вездеходов. Не знаю, как для вас. Для меня он кажется базовым, не знаю, вот лично мне так кажется, серьёзно. Так, жёлтый тоже неплохо смотрится, друзья, как вы видите. Очень круто. Мне сразу же, не знаю, вспоминаются трансформеры, в общем-то. Хотя нет, там Ironhide у нас был немножко другой, там машина, по-моему, немножко другая была. Ну, короче, не суть, просто не знаю, почему-то вспоминаются трансформеры. Так, давайте смотреть дальше. Нет, лаймовый зелёный не очень хорошо смотрится. Если он смотрелся на спорткарах офигенно, то на таком звере он смотрится, конечно же, не очень круто. Так, можно покрасить её в оранжевый. В принципе, оранжевый смотрится очень даже хорошо. А может, металлик лучше смотрится оранжевый, кстати? Давайте посмотрим, друзья. В принципе, никуда мы не торопимся с вами. Надо же оценить полностью всю тачку, посмотреть цвета там, как смотрятся на ней и тому подобное. Так, оранжевый. Тут только жёлтый, друзья. Нет, оранжевого никакого, только жёлтый. Ну, кстати, он поприкольнее, по-моему, да? Давайте вот такой лучше поставим и сделаем её перламутровой, чтобы она такая была с блёстками красивыми. Вот такой вот. Пусть будет перламутровый. Так, хорошо, крыша. Ох, посмотрите, мы с вами можем поставить здесь просто офигенный багажник с прожекторами. У нас сразу же сзади с вами появляются, как вы видите, различные канистры, да? Типа, вот, вообще, в принципе, багажник вот лучше становится, всякие натяжечки появляются. Очень круто смотрится, друзья, серьёзно, прям вообще просто офигенно. Так, и, собственно, будем ставить её, потому что здесь ещё и пороги, вы посмотрите, появились. Ох, как это круто смотрится. Машина просто реально божественная. Так, подвеска. Подвеску не будем уменьшать, это всё-таки у нас, друзья, вездеход. Хотя, знаете, может чуть-чуть стоит понизить. Нет, нет, пусть такая будет. Трансмиссия гоночная, конечно же, турбонадуф, турботюнинг, колёса. Вот насчёт колёс можно немножко здесь поразмышлять, потому что, в принципе, я бы не сказал, что они смотрятся какими-то очень подходящими, что ли, для этой тачки. Можно поставить какие-нибудь такие, потому что, в принципе, те колёса, друзья, посмотрите на них. Не сказать, что это колёса именно от лады Нивы 6х6. То есть, как бы, это просто какие-то стоковые колёса, которые я решил изобразить автору. Них можно не ставить, то есть, на них даже логотипа нет у Нивы. Хотя, в принципе, наверное, не должен он стоять. Так, 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 так. Давайте какие-нибудь, я не знаю, не знаю, серьёзно. Тут очень много колёс, очень много колёс. Красивых колёс, кстати. Очень красивых. Так. Давайте вот такие поставим. Неплохо смотрятся. А, стоп, я чё, я вездеход стал? Точно ли? Надо, может, внедорожник посмотреть? Нет, внедорожник не надо. Всё, всё, ставим такие. Там, блин, у них вы видели, какой диаметр. Это вообще-то не одну кочку нельзя будет нормально проехать. Я не знаю, какая у него подвеска, твёрдая или мягкая. Скорее всего, мягкая. Ну, даже если это брать в расчёт, то на таких большодюймовых колёсах, назовём их так, машина этого не будет ездить нормально. То есть по бездорожью это всё будет очень нелепо смотреться. Так, хорошо, цвет колёс. Можем покрасить их тоже, как вы видите. Я не знаю, в какой цвет их. Тоже, может, в оранжевый какой-нибудь. Хотя, мне кажется, это будет глуповато, потому что истинный такой вездеходник, он, наверное, чёрными бы их сделал какими-нибудь. Может, такими. Вот, давайте такими. Блин, прикольно смотрится, реально очень круто. Мне нравится прям вообще, жизнь не могу. Так, шины. Заказные можно сделать с покрышки. Нет, не будем делать их заказными, потому что, в принципе, нам это и не надо, как вы понимаете. Так, стёкла тюнинга. Ой, тонировать их не будем. Нам это тоже, друзья, не надо. Хотя можно, в принципе, чуть-чуть затонировать. Вот так вот, молясь вообще. И покидаем Лос-Антос Кастомс, друзья. Вот такой вот монстр у нас выезжает с вами после такого небольшого тюнинга. И, собственно, мне уже не терпится его испытать сначала на трассе, на шоссе, а затем испытать его уже на бездорожье. Так, поэтому мы отправляемся с вами, как всегда, тестировать его на прямой территории, на шоссе. Так, надо музыку нафиг выключить, то мне сейчас авторские права влепят. Хотя, наверное, как всегда, не слышно, потому что я что-то видел, когда я пересматривался, и когда вот эту фразу говорю, типа, надо музыку выключить, что мне авторские права влепят за них. Мне, как бы, это, становится странновато, потому что вы эту музыку практически не слышите. Настолько все у вас тихо, друзья. Так, хорошо. Сейчас я просто отключу нафиг машины все. Мне это очень мешать просто будет. Так, нет, сначала включу скорость, чтобы измерять. И вот, вот, вот так вот все хорошо. Ну что ж, друзья, вот такая тачка. Вот такая вообще просто офигительная. И, в принципе, я готов газовать. Так, немножко, немножко, немножко. Давайте подадим. Все, погнали. Смотрим, друзья, и наслаждаемся. Смотрим на спидометр. Ох, какой двигатель просто божественный. Он так звучит, я не могу. Машина просто рвет. Она, она вездеходная, как бы, большая, тяжелая тачка. И мотор у нее просто ревущий, реально. Конечно, у многих спорткаров он получше звучит, но вот, учитывая то, что мы едем на такой тачке, это все смотрится очень круто. Кстати, друзья, счетчик приборов не работает, как вы видите, спидометр не работает. И там вообще, в принципе, ничего не работает. Так что будем ждать дальнейших обновлений, когда это все поправят и пофиксят. Так, хорошо. А сейчас, друзья, мне надо, знаете, что включить? Мне надо включить буст. И попробовать ее забустить. Посмотреть, как она себя будет вести на высоких скоростях. Даже, я бы сказал, сверхвысоких скоростях. А она очень, друзья, она... Она очень хорошо поддается управлению на высоких скоростях. Серьезно. Хоть, хоть я сейчас и влепился, друзья, но, поверьте, если брать в расчет тот факт, что мы ехали на такой скорости, это все, это как бы сразу же оправдывает эту тачку. То есть, тот нелепый переворот, он оправдан серьезно. Это все круто. Машина реально очень-очень подчиняется управлению. Серьезно. Прям. Даже несмотря на то, что она такая длинная, шестиколесная. Обычно шестиколесные тачки, они довольно таким, я бы сказал, стервозные, что ли, да? Требуют достаточно хорошего владения вождения автомобиля такого. Так, ломаем ее, ломаем, конечно же, потихонечку, потихонечку. Пока едем и тестируем, надо ее сломать нам для того, чтобы оценить систему повреждений. Так, спереди, как вы видите, уже у нас погнулся капот. Ну, не капот, даже капот отлетел. Гнется передний бампер. Также гнется он тут бока у нас. Мне кажется, левая часть немножко начала гнуться тоже. Хотя, вроде как, нет. Так, ладно. Сейчас вот так вот. Так, едем дальше. Едем, едем. Так, у нас еще с вами долгий путь впереди. Эта машина у нас очень, как вы понимаете, выносливая. Ох, ноу. Конечно же, чиним мы ее, друзья, потому что она у нас взорвалась нафиг. Так, хорошо, где у нас фикс машин, год мод. Так, все, отключаем год мод и едем дальше. Блин, надо ее помять, именно помять. Надо поврезаться в какие-нибудь объекты вот типа этой тачки. Сука, повернула. Ладно, хорошо, попробуем еще раз. Попробуем еще раз. Так, иди сюда, тачка. Куда ты там уехала, блин? Она, по-моему, уже удрапала, да? Поняла, что я хочу ее испытать. Отключил тачки и ищу машину. Вот просто. Это просто гений. Ой, смачно. Вот эти шесть колеса, они очень крутые, серьезно. Но знаете, что меня смущает? Мне кажется, что у нее... Да, у нее, друзья, задний привод. Посмотрите. По-моему, должен быть полный привод. Как бы. Я немножко не соображаю, друзья, в этом плане, как бы, по этой машине. Но мне кажется, что должен быть полный привод. То есть передний и задний полностью. Хотя, может, у таких машин все иначе. И вы мне напишите это в комментариях. Потому что я могу ошибаться. Так, она у нас все застряла, короче. Сейчас мы тогда тебя перевернуть попробуем. Телепорт, телепорт, телепорт. Так, так, так. Ну, вайпоинт. Да что? Что ж такое-то? Почему не хочет, друзья? Мы с вами, походу, все остались без тачки. Блин. Давайте включим машины. Очень глупо получается. На боку такая тачка лежит. И мы ничего не можем с ней поделать. Я баран. Просто, просто баран. Вот это было просто так дебильно, что я не знаю. Ладно. Сейчас я сделаю новую, друзья. Мы с вами ее потестируем. Ну что ж, друзья. Вот наша машина. Она у нас, как видите, практически идентичная. Ну, как практически. По-моему, она реально идентичная. И давайте мы ее уже испытаем на бездорожье. Попробуем потом по-другому ее разбить. Есть у меня еще пару идей. Поэтому давайте проверим сначала, как она у нас гонит по горе. Ну, это все-таки бездорожье, как вы понимаете. Так. И, как видите, ей хватает мощи, чтобы подняться вверх. Но только в затюнингованном варианте. То есть двигатель выдерживает. И довольно-таки неплохо справляется даже с таким углом наклона. Вы посмотрите. Никакого ускорения я и не поддаю. Это честно. Серьезно. Без всяких ускорений она сейчас это делает. Тут угол практически, мне кажется, 70%. Может побольше. Так. Нет. Реально заезжает, друзья. Посмотрите. Она справляется. Нифига. Реально справляется, друзья. Охренеть. Да, эта тачка, это... Ну, блин. Ну, конечно, вот это вот ее... Переворотливость. Это не очень хорошо для машин, которые себя показывают, как вездеход. Так, так, так. Давай, 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 давай. Давай, заезжай. Оп, оп, оп. Отлично, отлично, друзья. Посмотрите, она реально, она может. Она делает это. Если вы хотите поездить по горам, то берите только эту машину. И только эту, правда. Она справляется. Ее шесть колес, они делают просто восхитительную работу. Работают в паре, как вы видите. Если одна часть остает, ей помогает другая, как бы. Ой, а вот сейчас... А вот сейчас... А вот сейчас... Так, 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 давай, давай, давай. Мне кажется, движок так может просто у машины перегореть. Давайте поможем ей, моляюсь. Ой, что, что, что? Ой, какого хрена? Так. Ой, я заспамил этих придурков случайно. Давайте заедем наверх. Сейчас я ей помогаю. Нет. Так. Ох, нет. Так. Тихо. Тихо. О, нет. Ну все, мы, короче, упали. Сейчас мы ее разобьем неплохо, что я, собственно, и хотел первоначально. Давай, давай, еще перевернись. Так. Так. Все, взорвалась. Ну давайте оценим, что получилось из-за этого. В принципе, все части, как видите, погнулись довольно-таки неплохо. И поэтому, друзья, этой машине я могу спокойно дать, не знаю, там, ну, 9 баллов из 10, может, 8 баллов из 10. За ее нерабочий счетчик приборов и за неполную, собственно, как она называется, за неполный тюнинг. Потому что надо все эти вещи, типа, нерабочих радиаторов, да, решетки радиаторов, такие вещи надо убирать все-таки. Они, как бы, не очень хорошо сказываются на самом тюнинге. Потому что кто-то может себя затюнинговать, а кто-то, конечно, может и не затюнинговать. Но, как бы, это все надо убирать, это учитывается. Ну, должно хотя бы учитываться мододелами. И, собственно, я надеюсь, что это в дальнейшем все уберут. Вот так, друзья, ну, вы, как видите, она, в принципе, у нас дает жару. Она неплохо так ездит по горам. Вот реально очень неплохо. Конечно, как вы помните, Лада Нива, друзья, у нас тоже очень хорошо гоняла по именно такой местности. Она, конечно, не такая мощная была, но, друзья, в своих общих картинах она вырисовывалась, как довольно-таки неплохая тачка в плане бездорожья. Внедорожья, она вообще не переворачивалась практически. Это может спокойно перернуться на бок. Та не могла. И эта машина, она как бы, я не знаю, что ли, легковатая. Хотя такого, в принципе, не может быть, потому что это большой внедорожник, который не может быть легким просто априори, как говорится. Так, в общем-то, в принципе, друзья, мне кажется, на этом стоит уже заканчивать, потому что все про эту машину я вам рассказал, все про нее показал. Машина крутая, друзья, советую вам ее скачать, установить и поиграть на ней. Вообще даже не поиграть, а покататься. Поиграть нельзя в эту машину. Можно на ней покататься только, и все. Собственно, друзья... Ох, жесть. Че же... Че же она не хочет переворачиваться-то? Все, сейчас она взорвется. О, нет, не взорвалась, посмотрите. А, Never Good Mod стоит? Нет. Так. Ох, нормас, нормас, помяли опять. В общем-то, друзья, давайте на этом мы закончим с вами и продолжим уже на следующем обзоре модов для GTA 5. Не знаю, что вам покажу в следующий раз. У меня есть много модов на, собственно, примете. Реально, я такую стопочку модов уже для вас припас. Я думаю, они вам понравятся. Там очень много русских тачек. Ну как, не очень много, конечно, но есть несколько русских тачек. А я, как вы понял, их очень любите. Собственно, друзья, я надеюсь, что вы поставите этому видеоролику хотя бы, ну не знаю, 150 лайков для того, чтобы я скинул ссылку на скачку. 150 лайков будет ссылка на скачку, друзья. Обещаю, вот прям вот честно-честно. Собственно, друзья, в общем-то, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на ролик и ставить лайки, писать комменты. Также не забывайте добавлять в группу ВКонтакте, добавлять видео в избранное. Ну что ж, с вами был я, Евгений Гост. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok